Здравствуйте, меня зовут Станислав, расскажу о машинном обучении, что это такое, как это работает и где применяется. И я хочу еще показать, как мы все на это подсажены на самом деле и не замечаем этого. Начну я немножко издалека, наверное, так совсем чуть-чуть. В 1956 году, когда в Дартмонском колледже, на Дартмонском семинаре, ребята собрались, умные дяди и тети. Два месяца работали, работали, и в итоге появилась такая сфера исследований, которая называется искусственный интеллект. Ребята были достаточно оптимистичны, и они считали, что в течение одного поколения, 20-30 лет, машины будут решать все задачи, которые на тот момент решали люди. Но мы можем с уверенностью сегодня сказать, что это не так, этого не произошло. Уже в 70-х годах началась так называемая зима ИИ, когда прекратилось финансирование, когда государство и правительство и корпорации потеряли в эту веру. Почему? Как бы причина простая, потому что не хватало компьютерных мощностей, они были дорогие, компьютерная память также была дорогая. Но уже в наше время, конец 90-х, начало 2000-х, начинается возрождение вот этого вот всего. И в 97-м году машинка от IBM Deep Blue обыгрывает Гарри Каспарова в шахматном матче. Гарри Каспаров потом не судился, но жаловался, возмущался, но тем не менее. Как бы, ну все хорошо, да, искусственный интеллект и так далее, но причем есть машинное обучение. При том, что машинное обучение у нас где-то вот здесь. То есть машинное обучение – это обширный подраздел искусственного интеллекта, который помогает нам строить алгоритмы, которые способны обучаться и решать самостоятельно поставленные перед ними задачи. Машинное обучение в связи с разнообразием задач, разнообразием подходов. Появилось очень много разделов, подразделов, видов, подвидов. Но мы не будем углубляться. Я долго думал, как это все сделать, потому что в 15 минут сложно все уложить. Я хочу просто дать интуицию, как это работает более-менее. Поэтому мы коснемся только классических алгоритмов, классического обучения. Классическое обучение почему? Потому что, в принципе, добрая половина интернета и приложения ваших телефонов в моем телефоне используют классические алгоритмы. Они неплохо работают, до сих пор очень классно решают задачи, поэтому мы коснемся их. И мы коснемся, вот видите, тоже разделение есть на обучение с учителем и без учителя. Перевод дурацкий на русский язык, но обучение с учителем обозначает, что у машины есть какой-то учитель, который уже говорит ей, как правильно. То есть у машины есть картинки с кошками, собачками, попугайчиками. И мы говорим машине, что здесь кошка, здесь собака, здесь попугай. Обучение без учителя мы просто вываливаем машине, алгоритму, гигабайты данных на стол и говорим, разберись мне, кто здесь на кого похож. Как бы обучение с учителем более точное, более быстрое, поэтому оно чаще используется в боевых задачах. И мы коснемся его сегодня. Да, как вы видите, тут тоже есть разделение большое на алгоритмы классификации и алгоритмы регрессии. Как бы классификация вообще самая популярная задача во всем машинном обучении. То есть здесь машина, по сути, как ребенок, учится раскладывать игрушки в коробки, например. Там солдатиков в одну коробку, машинки в другую. И используется она очень много где. То есть, например, определение аномальных транзакций на ваших банковских картах, определение спама, определение тем текстовых документов и так далее. Например, задача спам-фильтры, которая очень упрощает нам сегодня жизнь. Мы этого уже не замечаем, но любой имейл-клиент имеет встроенные вот эти алгоритмы спам-фильтров. Это очень простой, построенный на алгоритме наивный байос, который называется. Они уже не используются, но во всех учебниках это как бы классический алгоритм. То есть алгоритм, по сути, считает, сколько у нас слова котик или там слово виагра встречалось в нормальных письмах, сколько в спам-письмах. Перемножает вероятности, суммирует вероятности всех чисел и бац, у нас машина обучения. И говорит нам, что это письмо спам, это не спам. Также классный пример – это задача кредитного скоринга. Вот вы приходите в банк, говорите, я хочу кредит на квартиру. Они говорят, мы не знаем, сможете ли вы выплатить. Но у них есть клиентская база людей с их признаками, то есть пол, возраст, социальное положение и так далее. И они вбрасывают ваши данные в свой алгоритм. И алгоритм, вот этот алгоритм дерева решений, он как бы переходит от очень общих вопросов к частным и помогает банку принять решение, выдать вам кредит или нет. Алгоритмы дерева решений, они очень интерпретируемы. То есть можно на себе пройтись, аналитик потом может себе пройти от вопросов, проследить все эти вопросы, как это дерево составлялось, и понять, почему машина решила так или иначе. Поэтому вот эти деревья решений обрели популярность в таких сферах, где требуется какая-то ответственность, типа диагностика, медицина, банковская сфера и так далее. Перейдем к регрессии. Теперь регрессия, по сути, та же классификация, только числовых данных. Классифицируем мы здесь не какие-то классы, не предсказываем ни классы, ни категории, а числовые данные. То есть, например, рост или падение цен на недвижимость, например, цены на автомобили в зависимости от их пробега и разных характеристик, например, цены бумаг, биткоина и так далее. Классно тоже ложатся на регрессию задачи, где требуется, где есть какая-то зависимость от времени. Например, алгоритмы Гугла, Гугл карт, Яндекс карт и других карт предсказывают пробки на интенсивность, количество пробок. То есть, есть время, есть какие-то вот эти вот точечки, это данные тренировочные, на которых машина учится, и алгоритм пытается построить вот такую вот линию, линия – это функция, пытается построить такую линию, и на основании вот этой вот линии он может предсказать, например, завтра интенсивность пробок или количество пробок. Все классно, но как бы как это работает, что там внутри, давайте посмотрим. Внутри там математика, сложная математика и несколько очень важных вещей. Первое – это, конечно же, данные. То есть, должны быть данные, данные должны быть классные, данные должны быть разнообразные, их должно быть много, чтобы машина научилась. В нашем случае, вот, например, будем рассматривать классификацию рукописных символов, определение рукописных символов, из этих данных нужно извлечь какие-то признаки, на которые алгоритм будет смотреть и которые будет анализировать. То есть, эти признаки… классно, когда у нас есть данные в табличках, то есть, у нас тогда колонки являются нашими признаками. Но если у нас, опять же, тысяча гигабайт котиков и собачек, картинок, то признаков нету, есть только фотографии кошечек и собачек. Эти признаки в таком случае специалист должен вычленить, должен их описать и должен их предоставить машине. Это порой, это чаще всего очень трудозатратный процесс, очень сложный, потому что специалист должен разбираться и в машинном обучении, и в сфере, в которой он работает. Поэтому это чаще всего занимает больше времени, чем само обучение машин. Мы к этому еще вернемся. Но к этому всему у нас должны быть метки. То есть, метки – это тот самый учитель, о котором я говорил. Мы должны сказать машине, что смотри, вот там нарисована пятерочка, там единичка, там восьмерка и так далее. Вот это вот все мы вбрасываем в алгоритм. Алгоритмов много, они разные. Опять же, зависит от задачи, от данных, которые у нас есть, и от их структуры, от сферы, в которой мы работаем и так далее. Этот алгоритм что-то там себе считает, проводит какие-то операции вычислительные. Чаще всего сравнивает несколько алгоритмов, конечно же, и выдает нам модель. Модель, которая будет потом в состоянии предсказывать и классифицировать новые данные, которые она еще не видела. В принципе, так работает машинное обучение. Есть еще… А, да. Как бы все круто, все работает. В принципе, любую задачу можно решить. Любую задачу, которую можно оцифровать. А оцифровать можно практически все. То есть, можно оцифровать речь, можно оцифровать изображение, можно… Ну, почти все. И, конечно же, важен алгоритм, важны признаки и так далее. Но, как бы, если у нас данные, G, извините, то у нас на выходе тоже будет ерунда. То есть, есть классная фраза на английском – garbage in, garbage out. То есть, мусор на входе, мусор на выходе. Поэтому, если у нас плохие данные, если их мало, то никакой алгоритм, никакой специалист нам не поможет. Поэтому за данными ведется охота. Если крупные корпорации типа Google, Facebook, они open-source предоставляют общий доступ к своим алгоритмам, то данные никто не отдает. Их за ними охотятся, их покупают, перепродают и так далее. Самые хитрые собирают их с помощью нас с вами. Все помнят эту фигню бесящую. То есть, что мы здесь так на самом деле делаем? Это рекапча, который Google когда-то выкупил. Здесь мы помогаем Google тренировать алгоритмы классификации распознавания символов. А там мы помогаем Google тренировать алгоритмы распознавания изображений, в том числе беспилотный автомобиль. То есть, мы с вами, не зная этого, были причастны к чему-то большому и важному. Есть еще один такой очень интересный вид обучения машинного. Оно стоит немножко особняком, потому что его задачей, оно используется не там, где задачей является анализ данных, а там, где задачей стоит выживание в реальной среде. То есть, у нас есть машина, для нее создается искусственная среда, где она обучается. Она выполняет какие-то действия и за эти действия получает награду или наказание. То есть, например, те же беспилотные автомобили, например, роботы, пылесосы. Для них создается искусственная среда, где они обучаются, где они минимизируют вот эти вот наказания и потом их выпускают в реальную среду, где они выполняют действия, для которых они были созданы. И говоря о машинном обучении, я считаю, что нельзя обойти стороной такую вещь, как нейросети, и глубокое обучение, потому что это подраздел машинного обучения. Но мы коснемся этого только вскользь, потому что это тоже материалы на целую лекцию, а то и больше. Нейросети и глубокое обучение может использоваться, в принципе, вместо любого алгоритма машинного обучения. Просто порой это не нужно, потому что большие корпорации любят решать проблемы нейросетями. Ну, да, это приносит им плюс 2% к точности модели, но эти 2% принесут им 2 миллиарда прибыли. Маленькие фирмы, частные предприниматели, какие-то маленькие стартапы, для них это слишком дорого и не имеет смысла. То есть часто машинное обучение довольно неплохо решает задачи и нету потребностей в нейросетях. Они сложнее, они дороже, и они требуют больше данных. Вот, например, это простой пример нейросети, очень простой. То есть вот эти кружочки – это нейроны. Они называются нейронами. По сути, каждый нейрон – это какая-то математическая функция. Есть входной слой нейронов, слой нейронов на выходе. То есть на входе мы получаем какие-то данные во входных слоях, на выходе мы получаем результат. В скрытых слоях нейронов проводятся какие-то преобразования, какие-то вычисления. И вот в этой части заключается вся фишка нейросетей, потому что, как вы помните, я сказал, что вот это вот конструирование признаков, вычленение признаков из данных очень трудозатратный и очень сложный процесс часто. Нейросети вычленяют эти признаки сами. То есть вы даете им только данные, настраиваете архитектуру сети, а признаки они находят сами. И вот в чем прикол в том, что эти признаки порой человеку сложно понять. Это какой-то уровень абстракции, который понимает только машина, за что их, кстати, часто критикуют. Вот так. И зачем нам вот это вот все? Я смотрю, у меня уже заканчивается время, и я приготовил такой обзор, где это используется в конкретных областях, в конкретных науках, и поэтому вы... У нас еще есть 15 минут на обсуждение, вы можете мне этот вопрос задать, если захотите, где это используется. Подкидываю вам вопросик. Ну, в общем-то, я подсуммирую немножко, как я это вижу, почему это важно, почему это нужно. Потому что, как бы, мы, грубо говоря, живем в такое время, когда вот эти большие данные, они собираются, они генерируются каждый день. Все разнообразнее, и все более качественные. То есть мы носим в карманах смартфоны, которые собирают данные, мы носим всякие часы, есть умные дома, машины, они все это собирают какие-то данные, и их нужно грамотно использовать. Я думаю, что их должны использовать и могут использовать, и уже используют. Не только крупные корпорации, чтобы генерировать себе прибыли дополнительные, что тоже очень круто и классно, но они могут использоваться также в разных сферах, в разных областях. Там гуманитарные науки, социальные науки, общественные науки. Ну, про точные науки я вообще молчу. Это бесспорно. Поэтому я думаю, что вот эти все нейросети, машинное обучение, оно должно, может и должно помогать нам решать какие-то проблемы, которые глобальные, которые появляются и будут появляться в еще больших количествах перед нами в будущем. Поэтому спасибо вам за внимание большое. Спасибо. Машинное обучение или нейросети? Нейросети это... Если машинное обучение является подразделом искусственного интеллекта, то нейросети и глубокое обучение это подраздел машинного обучения. Для классификации неструктурированного текста что лучше использовать? Машинное обучение или нейросети? Еще раз. Классификация неструктурированного текста. то есть по темам или по зависит размер организации количество данных я думаю что машинное обучение алгоритмы подойдут неплохо есть такая штучка называется ланда латент на семантический анализ текста я думаю она бы подошла очень хорошо я не являюсь специалистом в обучении с подкреплением но там не могу выйти в полностью в детали но там просто используется определенный набор формул который который передает этому машина сама не определяет она просто у нее или как бы сказать идет приращение в то есть она должна минимизировать какую-то функцию да это если она функция это растет то есть результат функции скажем там увеличивается то это она понимает что она что-то сделала не так если функция минимизируется значит результат функции минимизируется значит она понимает что все идет С вашей точки зрения, возможен ли искусственный интеллект без такой функции полезности? Как бы он тогда работал? Или не работал бы вообще? Или это обязательно составляющий? В каком смысле функция полезности? Ну, предположим, разработан искусственный интеллект такой робот, как человек, только на другой платформе, на железе. Вот у того искусственного интеллекта тоже должна быть какая-то функция полезности, исходя из которой он бы что-то делал или не делал? Или это может быть просто алгоритмом? С вашей точки зрения. Может, я не до конца понял, что ваше определение функции полезности, но, по сути, да. Если говорить четко о алгоритмах машинного обучения, которые являются подразделом искусственного интеллекта, то в каждом из них заложена эта самая функция полезности. Без нее он должен минимизировать эту функцию. И без такой вот функции он не определит, правильно ли он работает. Но сам искусственный интеллект, это намного больше сферы. Например, та самая машинка с Гарри Каспаровым, которая играла, она не работала на машинном обучении, она работала на специальных алгоритмах прописанных. Ну и там как таковой функции полезности... Это именно программа скорее была? Да, это была программа с разными вот алгоритмами с просчитыванием шагов. Да. Там не было обучения машины. И появилась машинка, например, которая играет в игру Го, если знаете. Она более сложная, чем шахматы. Там уже идет обучение с подкреплением. То есть она учится минимизировать ошибки. Ну что в Го намного больше комбинаций, чем в шахматах. Вот. Функция полезности должна присутствовать, да. Но я думаю, что, наверное, не всегда. Это как стихи, наверное. В тех пор нет особой полезности. Да и пишут. Ну даже машины пишут стихи. А с какими данными ведется самая активная охота? И, возможно, существуют уже некие рынки для продажи данных для аукционов? Ну, в открытом доступе нет. Хотя многие организации и так выставляют свои данные. Но те, на которых уже... Ну старые. То есть те, на которых машины уже были обучены. Например, вот этот вот датасет с вот этими вот циферками. Он в открытом доступе. Он называется МНИСТ. Он в открытом доступе. На нем можно обучаться. И он уже очень неплохо решается. Он даже не интересен. Там точность была достигнута 99%. Но за какими данными наибольшая охота? Это за теми, где это или данные пользователей. Но, в принципе, сейчас с входом вот этой вот европейского закона о защите данных пользователей, ну как бы торговля ими ограничена, конечно же. Ну и те данные, которые связаны с областями, которые сейчас привлекают наибольшее внимание. То есть, типа, беспилотные автомобили. То есть, это задача классификации изображений. Вот такие вот области. Все, да? Покажите там то, что вы там хотели показать. Я этого жду. У нас сейчас будет небольшой перерыв на 10 минут. После него мы продолжим наш 2000-й лекции. Вот у нас, мы вернемся как раз к этому массиву данных с рукописными числами. То есть, вот я говорил, помните, о конструировании признаков. То есть, чтобы машинное обучение, чтобы модель обучилась, ей нужны какие-то признаки, на которые она должна смотреть. И если это машинное обучение, мы их должны вычленить сами, как специалисты. Мы представим, что у нас есть вот эти вот циферки. Их много. Я просто четыре сюда взял для примера. И мы с вами садимся, и у нас такой мозговой штурм. Мы должны какие-то признаки для них придумать. Для простоты мы придумали только два признака. Симметричность и интенсивность. То есть, симметричность нам показывает, насколько эта циферка симметрична сама себе, если ее зеркально отобразить. Интенсивность показывает нам, насколько она жирненькая, насколько она много места занимает в этом квадратике. Вот. И это, конечно, признаки числовые. То есть, например, симметричность и интенсивность у нас от нуля до ста. Потому что машине нужны числа. Она глупая, она без чисел не понимает. Вот. И мы вот эти вот картинки в соответствии с этими признаками проецируем на этот график. То есть, единичка первая у нас такая симметричная, да? То есть, она будет вот здесь вот где-то, и она менее интенсивная, она мало места занимает. Следующая единичка у нас менее симметричная, но чуть более интенсивная. Пятерочка у нас мало симметрична, но более интенсивная. И вот эта пятерка очень жирненькая такая, она более интенсивная, но и так средне симметрична. Потому что она ровненько так стоит. Вот. Ну и все наши данные таким образом мы проецируем на этот график. У нас их много, но вот проецируем их таким образом. То есть, красненькие вот эта часть у нас мы видим этой пятерочки, там у нас единички. И мы вбрасываем это в алгоритм. Здесь, скажем, ну, возьмем алгоритм, есть такой метод опорных векторов. Вот этот метод опорных векторов производит вычисление, и он пытается построить такую функцию, линию. Такую линию на этом графике, которая как бы с его точки зрения, с точки зрения алгоритма идеально разделяет пятерки от единичек. Ну и вот он строит нам такую линию. Теперь, когда у него, это наша как бы модель, теперь у нас появляется новое число. А, я забыл сказать, что вот наши… Помните, я говорил, что нам нужны метки, вот это вот наши метки. Вот у нас тут единичка, единичка, пятерка, пятерка, то есть мы говорим компьютеру, что это такое, что здесь нарисовано, вот наши метки. И теперь у нас появляется новая пятерка, для которой мы не знаем, что здесь нарисовано. И компьютер проецирует ее на этот график и видит, что она под линией находится. А под линией у нас были пятерки. Таким образом, он ей с какой-то долей вероятности, высокой вероятностью, говорит, что это пятерка здесь. То есть вот так вот работает. Что? Что мы обучали машину только на пятерках и единичках здесь. А если 9 цифр? Если 9 цифр, то здесь будет много размерностей. И здесь не будет... Нет, смотрите. Если у нас будет 9 цифр, то здесь будет не линия, здесь будет строиться функция, которая... Сетка. Не, не сетка. И патимусуально? Да. Она будет обходить вот так вот все классы, чтобы отделить класс от класса. А вот. Здесь функция будет сложная. Здесь просто линейная функция. Там функция будет не линейная, будет очень кривая линия. Она была у вас, по-моему, даже в слайде каком-то... То была регрессия, да. То была полиноминальная регрессия. Короче, вот это вот. Ваня. Мы можем обучить цепь вот так вот, сравнивать пары, пары, пары. Для каждого пара может быть пар цифр. Выделять разные трижды. И потом, как комбинировать результаты, и у нас нет никаких необходимых способностей, не сложных функций. Это называется... Есть такое, да, это называется стекинг. Это когда несколько алгоритмов как бы совмещаются. Ну, есть такое, да, да, есть. Согласен. Давайте организуем кутили. А нет, еще тут можно. Последний. Давайте, последний вопрос. Насколько вот это все сложно обрывать? Есть возможность, где-то скачать какую-то сеточку нейронную, подгенерваться, включить свой алгоритм, своим котикам разделить собачьих? Есть. Есть очень классная штука. Это инициатива Литовского... Люблянского университета. Университета в Люблянах. Есть такая программа, называется Orange. Ну, типа апельсин, Orange. Там даже не надо знать код. Там просто все как бы на основе визуального программирования можно себе потренироваться. То есть там такие маленькие типа виджеты. Можно себе их передвигать на рабочий стол, соединять между собой. И каждый виджет имеет название алгоритма. Типа там, не знаю, логистическая регрессия, метод опорных фекторов. Вы просто вбрасываете свои данные, соединяете стрелочками, и он тренируется. Ну, и у них есть хорошие эти... Видео на YouTube. Как это все работает. Можно спокойно. Ну, и вот эти ресурсы, там, в принципе, для обывателя все. Ой. Вот эти. Особенно вот здесь. Советую почитать, кому интересно. Все, давайте закончим. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok